Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы, как и всегда, возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события и в целом новостной фон, который влияет на поведение финансовых активов. Давайте сразу перейдем к нефтянке, которая на текущий момент котируется на отметке 62.85. Мы отступили от сопротивления 63 доллара за баррель, но в целом ситуация это не меняет. Я не призываю вас снова к открытию коротких позиций. Нужно проверить рынок, посмотреть, какие настроения на нем дальше будут доминировать. Не нужно сейчас торопиться, друзья. У нас был стоп-лосс на отметке 63. К сожалению, рынок оказался не таким, как мы его прогнозировали. Вместо того, чтобы развить нисходящую динамику, мы в целом наблюдали рост. Сейчас мы вне торговой активности. Но я думаю, что если вы прислушивались к моим рекомендациям, возможно, вы не работали с непосредственно стоповыми ордерами. Вам нужна была идея. В этом случае вы сохраняете, наверное, короткие позиции и ждете как раз то, что котировки пойдут вниз. Друзья, сегодня у меня несколько дополнительных факторов, новостных поводов, которые, наверное, должны поднять вам настроение как продавцам. Потому что очевидно, что новостной фон, он позиционно в целом, скажем, если говорить о том, что охватывает весь энергетический сектор, это новостной фон негативный. Goldman Sachs понизил прогноз спроса на нефтянку, снизил его на 100 тысяч баррелей с 1,1 до 1 миллиона. Это все следствие очевидных проблем в мировой экономике и снижение темпов мирового экономического роста. Я еще раз повторяю, друзья, то, что я не верю в очередной раунд переговоров между США и Китаем. Я не верю, что страны смогут преодолеть торговые разногласия и выйти на подписание двустороннего торгового соглашения. Я уверен в том, что по прошествии, опять же, октябрьской встречи мы снова вернемся к осознанию того, что очень велика пропасть между этими регионами, очень велико недопонимание и компромисс на тех условиях, которые нужны со стороны США, нашей линии Китая, и в обратном, скажем, порядке этот компромисс не достижим. Наверное, это позиция реалиста. Я вижу в связи с этим проблемы для темпов мирового экономического роста. Вчера я говорил, что такой же позиции придерживается и фиша. В целом прогнозы экономического роста для еврозоны США и Китая были пересмотрены. По Китаю, наверное, как ключевого импортера нефти, можно напомнить еще раз и сказать, что это 6,1% до конца этого года и 5,7% в 2020 году. Наверное, ситуация будет еще хуже. Вчера на рынок пришла новость об отставке советника Трампа Болтона. Это, в принципе, тоже потенциально негативный сигнал для котировок. Здесь вся связь очень простая. Болтон был одним из самых главных лоббистов идеи того, что нужно наседать на Иран. Может быть, именно он подстрекал Трампа в проведении той жесткой политики, которую Трамп в итоге проводил. И, соответственно, после отставки Болтона может впоследствии все это привести к снятию санкций с Ирана и возобновлению поставок иранской нефти на глобальный рынок. Также я напоминаю, друзья, что завтра, помимо заседания ЦБ, еще пройдет встреча технического комитета ОПЕК+. Плюс для нас эта встреча интересна не просто тем, что это очень важное событие для рынка нефти. И действительно, после встречи стран-участников Ирана иницического пакта происходили серьезные движения на рынке. И в этот раз нам интересно в связи с определенными кадровыми перестановками позволить, так сказать, лучших эшелонах власти на Речической Азавдовской Аравии, когда там сменили Халида Аль-Фалиха на Абдуазила бин Салман. Мы не знаем, друзья, какую точку зрения, в принципе, дальше будет лоббировать, в частности, он. Хотя есть комментарии о том, что его позиция будет совпадать с позицией Халида Аль-Фалиха. Но для нас это кот в мешке сейчас. И, возможно, в конце концов, это приведет к изменению позиции Саудовской Аравии по соблюдению текущих обязательств и впоследствии поддержанию идеи дополнительного сокращения. Это тоже можно расценивать в качестве негативного фактора. Ну и сегодня также данные от администрации энергетической информации. Посмотрим за статистикой, допуская, что запасы могут вырасти. Это, в принципе, тоже негативный медвежий фактор. Доллар иена 107.77. Друзья, очень важная завтрашняя торговая сессия. Если мы по евро, к примеру, увидим то снижение, которое хотелось бы наблюдать, то на фоне очевидной девальвации европейской валюты, на которую традиционно поглядывал Трамп, можно дождаться и столкнуться с очередной критикой Трампа в адрес Федрезерва. Мы ее ждем. И, в принципе, я считаю, что именно Трамп в ближайшее время может очень сильно повлиять на динамику доллара, разумеется, спровоцировав через критику на Федрезерв в его распродаже. Поэтому сейчас доллар иена растет на фоне определенного рыночного оптимизма, который присутствует на рынке за счет того, что доходности трежерис также перестали падать. Геополитический фон немного успокоился. Но уже в октябре, после очередного раунда переговоров, я думаю, к этим рискам мы вернемся. Поэтому по доллару и иене, друзья, если не хотите рассматривать доллар с точки зрения продаж, я рекомендую пока вообще не торговать. Евро против доллара 1.1052. Здесь давайте оставим пока в покое евро. Особо интенсивной динамики пока не наблюдается. Мы ждем завтрашнего заседания. И вот на завтрашнем брифинге уже чуть подробнее попробуем еще раз обсудить то, что с евро может произойти. Фонт против доллара 1.2357. Политическая неопределенность в Англии сохраняется. Да, законопроектное недопущение жесткого брейзита принят. Да, Джонсон теперь обязан вызывать к Европейскому союзу с просьбой отсрочить брейзит еще на три месяца до конца января 2020 года. Но вчера я говорил, что действительно Джонсон не так уж и готов это делать. Он остается рьяным критиком еще одного переноса сроков. Я считаю, что нужно уже довести до конца процедуру выхода. Нужно реализовать итоги демократического референдума и дать то домохозяйствам, гражданам, за что они голосовали. Нужно вывести страну из политического тупика. Если говорить об еще одной отсрочке, это фактически говорит о том, что Англия останется в том же застое и в том же подвешенном непонятном состоянии, что и раньше. Это абсолютно то, что он не хочет принимать. Поэтому на рынке сейчас активно действительно говорят, что Джонсон выведет Англию из состава ЕС 31 октября, как крайний срок, как он обещал, на любых условиях. И, скорее всего, это будут условия жесткого выхода со всеми вытекающими отсюда последствиями. Как он это сделает? Есть и легальные способы, и нелегальные. Нелегальный способ – это когда он просто не будет просить ЕС об отсрочке и, соответственно, спустить все на тормозах и, в конце концов, поплатиться не только карьерой, но и свободой. За это он даже готов пойти и на такой сценарий. Ну и легальный способ – это попробовать убедить Европейский Союз все-таки занять позицию именно правительства, а не парламента. То есть не давать более отсрочки. И я допускаю, друзья, что и сам ЕС, может быть, также займет позицию того, сколько можно уже переносить этот процесс. Из-за сохранения политической неопределенности рекомендую держать короткие позиции. Австралийс против доллара 0.6872. Рекомендую сделку селл-стоп с уровня 0.6840. Новостной фонд тот же. Доллар канадец 1.3140. Пока что в приоритете длинные позиции. Но, друзья, будут держать вас в курсе. Если все-таки станет очевидно, что рынок не хочет возвращаться к идее потенциального смягчения политики в Канаде, то тогда нам придется оставить в покое эту валютную пару. И если уж совсем нам подсобит, повезет, то рынок нефти пойдет вниз. Это также идея против канадцев. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.